здравствуйте друзья здесь вот поделюсь там пары хохмачек по поводу green card лотереи миграционные реформы там и так далее сейчас какие-то аналисты уже серьезные там подключились и говорят то же самое что я вам сразу сказал что не покатит такая реформа и что она вообще во вред и что кроме там вот такой болтовни особый там собственно смысла никакого нет ни для экономики не не для политики вообще не для чего вот ну вот для хомячков там на твиттере но они так не такими словами но в общем говорят что это как-то не не может пойти и я поскольку давно слежу за этими вопросами в частности вот когда провалилась реформа в 2013 году это был первый год нашего канала вот мы где-то там в октябре начали и весной шло обсуждение этой реформы вот уже вот это был первый год нашего канала мы часто возвращались к вопросу иммиграционной реформы показалось вот она же вот уже вот вот и сорвалась да так вот что я хочу сказать что в то время очень интересные были разногласия между республиканцами и демократами по вопросам иммиграции республиканцы говорили тогда они говорили ребята если назрел какой-то вопрос назрел ну вот я не за там рабочих вес не хватает давайте проголосуем будет больше рабочих виз я ведь вот нам достала нас лотерея green card и голосуем конкретно по каким-то вопрос демократы говорили мужики говорили мы так не можем давайте сделаем один раз системно обсудим системно так все компромиссы все балансы все все вот это вот там сбалансируем всю систему чтобы не получилось что вот тут чуть кусочек там кусочек какие-то существенные вопросы по которым мы договориться не можем так и останутся и существенным вопросом существенным вопросом единственно существенным вопрос иммиграционной реформы 2013 года не состоявшийся был вопрос о легализации нелегалов то есть не то что легализации вот прям так вот раз и легализации но дать им путь какой-то и собственно договорились же не то не то что не договорились и большинство то было просто не проголосовали палате представителей было большинство договорились так что лет там на 12 на 15 такой сложный путь они должны сначала это потом то потом еще чего-то те которые меньше двух лет в стране значит вообще значит надо их выкинуть и пусть никак не никаких прав у них нету а те кто больше двух лет вот у них тогда вот какие-то возникают там возможности через там лет 15 получить грин карту вы там какой-то путем дать чтобы они за это время работали налоги платили язык учили преступление не совершали и вот пожалуйста тогда вот они как бы реабилитируют и это был главный пункт на который должны были согласиться республиканцы потому что для них это больное место в обмен на это демократы начинали на другую чашу весов складывать что-то такое что отдавать что-то от себя что для них может быть важно но ради того чтобы легализовать вот чтобы решить основной вопрос иммиграции они готовы были от чего-то отказаться например если вот сегодня по старой таскать системе и на тот момент тоже она действовала у нас три четверти иммиграции это семейная и только четверть профессионально то они готовы были перейти на схему 50 на 50 что для них в общем-то ну как бы отступли и у них тоже принципе они готовы были похерить гринкарт лотерею который близко они согласились на забор там 50 миллиардов заложили в этот бюджет там уже вот это реформы 50 миллиардов на забор хрен с ним им не хотелось этого забора ну никак ну ну то есть это на самом деле это бессмыслица все но как бы и не не решает особых вопросов может быть немножко решает немножко вот они как-то с ним пусть вам будет забор то есть на чашу накладывали 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 и если в сенате эта чаша так сказать перевесила то вот в палате представителей не сработало не сработало в том смысле чтобы большинство республиканцев остались на своих позиции что так нельзя а и потому что большинство республиканцев было против не все то республиканское начальство в представителей не поставила на голосование а если бы поставила то голосов с двух сторон хватило бы на то чтобы это прошло короче вот так то есть демократы накладывали накладывали на чашку сейчас почему я говорю что вот та реформа которую они хотят сейчас сделать почему у нее нет шансов вообще никаких как бы в рассуждении того что было я пытаюсь как бы сопоставить вот эту очень хрупкую типа договоренность очень хрупкую но все-таки договоренность вот не так так чуть чуть не сработало значит сравнить с тем что сейчас сейчас вопрос о легализации нелегалов вообще вынесен то есть его нет не обсуждается при администрации трампа совокупности с двумя палатами значит имеющими большинство республиканской вопрос легализации нелегалов вообще стоять не может никак это это исключено это полностью значит что же остается тогда демократ ну в том смысле что ну вот а вот тот баланс который был да и из него вырубали вторую чашку вот одна чашка осталась да и дачи ты самую семейную миграцию похерить обрезать значит ввести миграцию по полезности они по так сказать человеческим ценностям вот такие как семья например да никто не против полезности но чтобы семейную вырезать из-за чего ну и и короче и пошло и поехало и мы не австралии мы не канада вот как сравнивать там больная система у них больная система там страны то маленькие понимаете чё там с ними сравниваться у нас иммиграция он там миллион человек в год чё на чё нам с этими конечно там там замечательно ну что и чё дальше получается значит у них забрали ту чашку им говорят ты отдай отдай семейную эмиграцию отдай гринкарт лотерею которая с их точки зрения как некоторую такую социальную такую справедливость создает доступ так сказать на людей из разных стран которые недопредставлены в сша и так далее то есть с точки зрения имеет смысл и все отдай и стену тоже они хотят новую стена как бы там не часть этой реформы она как бы отдельно вынесено но они отдельно грохнули значит легитимизацию нелегалов отдельно грохнули стену то есть то есть ну вот то это им дай это им дай а взамен то что понимаете то есть вторая чаша весов полностью отсутствует вот она ее нет и дальше не совершенно невероятный разворот произошел с точки зрения голосования пакетом или голосование по частям если бы в республиканцы сегодня остались на позициях голосования по частям они бы сейчас руки подняли и не было бы гринкарт лотереи для этого нужно там 15 минут время ну я говорю но это сразу делается на раз они же это и делали они же отдельно голосовали эту несчастную лотерею вдруг они изменили кардинально свою позицию вместо того чтобы по частям долбать рабочие визы так это так это так это так это так они как нет 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 они хотим комплексную реформу но такую комплексную чтобы вынести из нее отдельно забор отдельно легализации нелегалов отдельно убрали 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 из пакета вот раньше был такой пакет сейчас поменьше пакет так чтобы демократам вообще там не осталось ничего чтобы они не могли вообще проголосовать если раньше демократы были за эту реформу сейчас они будут абсолютно против что у них забрали все за что они были за убрали баланс и самое главное что вот этот вот штучный подход который они исповедовали они теперь переходят к пакету к пакетному подходу который был у демократов и против которого они возражали знаете как интересно и мне вот там некоторые вот кто-то мне там уже претензии что типа вы же говорили что они отменят лотерею и что это конечно я то ведь ой господи хорошо что так стал друзья вы не писаете дать вам покажу вот посмотреть как чек стал я могу ты чё чувак значит дайте я подожду отменит до отменить лотерею при штучном подходе вообще есть обыденного не стоит но они же не хотят теперь штучного подхода но кто мог знать вот поэтому я как бы исходил там из чего-то ну ну как бы разумного да и скажем так из того что некоторая последовательность есть в в подходах но вот оказать последовательности нет они теперь стали на позицию демократов я не знаю хотят ли демократы штучного подхода теперь это отдельный вопрос но во всяком случае я пытаюсь объяснить почему вот эта реформа но никак но не никак ё-моё не может не может ничего из себя представлять при голосовании потому что мы видели баланс не сработавший баланс не сработавший и из этого баланса забрали все ради чего демократы могли проголосовать поэтому я даже представить сильно конечно можно сказать а пусть бы они проголосовали это сами у них же большинство в обеих палатах там и и все вот пусть бы они проголосовали но когда реформа такая сложная там есть разные штаты в разных штатах разная экономика и есть такие штаты с такими экономиками которые очень сильно зависит от иммигрантов от разных категорий иммигрантов ну и так далее поэтому в общем да есть штаты где вполне республиканские штаты как бы по голосованию но где довольно много людей из других стран ну скажем во флориде очень много латинос скажем и и и в аризоне много и в я калифорнии мы оставим в покое вот но то республиканские штаты да вот значит техас там тоже много то есть нет уверенности что там сенаторы или члены палаты представителей из этих штатов смогут реально проголосовать за такую реформу поэтому вот я я пытаюсь объяснить что даже однопартийным усилием так же как с реформой здравоохранения у них не получилось а а эта штука еще более сложная вот с точки зрения вот позиционирования поэтому я не вижу там никаких шансов просто то есть они может быть думают что они однопартийно пройдут но не вообразимо да не говоря о том что конечно там приоритеты понятно что далеко не первый приоритет тут один дяденька в немецкой волне я прочитал есть известный мужик по этой части там столько вот там понаписал книжек на эту тему и он он говорит что не в этом году не в следующем этот вопрос на повестку дня не встанет у конгресса потому что есть много других дел кстати вот вчера четверг был вчера был последний день работы конгресса они сейчас ушли в отпуск на месяц на месяц и значит ближайший месяц ничего не случится в сентябре у них там будь здоров там упаковано другими делами поэтому как бы ну не до иммиграционной реформы ни до чего дело не дойдет если бы вот не этот законопроект если бы не запихивание гринкарт лотереи в пакет то они могли бы проголосовать вот в сентябре пришли бы проголосовали бы и все и нет гринкарт лотереи а поскольку она уже в пакет все закрылась упаковалась и сейчас мы играем ничего не изменилось и шансы на то что это отменится в течение следующего года приближаются к нулю и шансы на то что большинство в большинство в двух палатах сохранится после выборов следующего года в ноябре 18 тоже стремятся к нулю поэтому вот такая картина то есть шанс всегда есть конечно счастливо и и Субтитры создавал DimaTorzok